Берем вопросительное предложение. Здесь порядок слов будет у нас другой. Вначале будет стоять вспомогательный глагол, потом у нас будет стоять подлежащее, и только после этого у нас будет стоять глагол. Значит, что здесь нужно учесть? Учесть нам нужно следующее. Вспомогательный глагол у нас не всегда один, поэтому нам нужно сейчас опустить до времени Perfect. Вот он сейчас будет по центру, и посмотреть на время Future Perfect. Значит, во Future Perfect у нас два вспомогательных глагола. Смотрим на утвердительное предложение во Future Perfect, это крайняя правая сторона, и мы видим, что в ячейке, там где у нас стоит вспомогательный глагол, у нас находятся два вспомогательных глагола. Это will и have. Значит, в утвердительном предложении все просто. То есть у нас вспомогательные глаголы идут один за другим. У нас сначала ставится will, потом у нас ставится have. Вот, соответственно, если посмотреть еще ниже, на Future Perfect Continuous, там будет три вспомогательные глагола. Значит, это will, have и been. Они все идут один за другим. Вот, на что нужно обратить внимание. В вопросительных предложениях у нас первым ставится только один вспомогательный глагол. В смысле, перед подлежащим у нас ставится только один вспомогательный глагол. И если быть конкретнее, то это всегда первый вспомогательный глагол. То есть на примере Future Perfect, то, что по центру справа находится, у нас вначале стоит will, потом у нас стоит подлежащее, после этого второй вспомогательный глагол, да? В отличие от обычного, значит, это вопросительное предложение, да? У нас, как бы, там стоит пропуск, да? У нас там зачеркнут be, к be мы еще потом вернемся, но это не важно. Вот, то есть, как бы, в отличие от тех случаев, когда у нас один вспомогательный глагол, у нас используются, все остальные вспомогательные глаголы ставятся после подлежащего вопросителя предложения, да? Will you have eaten, допустим, да? Съешь ли ты к какому-то моменту в будущем? Вот, соответственно, правило с отрицаниями у нас точно такое же, да? То есть, как бы, если мы посмотрим нижний правый угол, отрицательное предложение во Future Perfect, частица not ставится к первому вспомогательному глаголу, да? То есть, как бы, у нас два вспомогательных глагола, will и have, да? Частица not ставится после первого вспомогательного глагола, да? У нас будет we will not have eaten, а не we will have not, да? То есть, если посмотреть на случай, когда у нас три вспомогательных глагола, то есть на Future Perfect Continuous, то мы тоже заметим, что частица not, да? Вот у нас нижний правый угол, will have been, вспомогательный глагол во Future Perfect Continuous, но в отрицательном предложении частица not у нас ставится только после will, да? Will not have been и глагол в инговой форме. Вот, соответственно, попросить в предложениях то же самое, да? То есть, вначале идет первый вспомогательный глагол, все остальные ставятся после подлежащего, да? Will you, we, we have been eating, допустим, да? Will we have been eating? Будем ли мы есть в каком-то моменту, в прошлом, на протяжении каком-то времени? Следующее, да? То есть, как бы, если ты смотрел мое видео о том, как учить иностранный язык, то ты должен понимать, что прежде чем что-то учить, нужно понять, как это работает, да? Значит, я просил брать тетрадку на стрим, да? Значит, сейчас самое время нужно записать две вещи. Значит, вещь номер один. В вопросительных предложениях перед подлежащим всегда стоит первый вспомогательный глагол, да? В вопросительных предложениях перед подлежащим всегда стоит первый вспомогательный глагол, да? И, соответственно, ниже нужно написать В отрицательных предложениях Частицу нот всегда ставится После первого вспомогательного глагола Вот, то есть, как бы Вот эти вот Два нюанса нужно запомнить сейчас Потому что, ну, то есть, потом, когда вы Дойдете до изучения времен Отдельно Да, это очень Сильно вам поможет, потому что, как бы Лучше знать это заранее, чем Потом пытаться разобраться, а почему здесь Стоит нота, и почему нот ставится Здесь, а не здесь, да, и почему У нас вспомогательный глагол ставится только вилла А все остальные куда идут, и так далее Вот, соответственно Следующая вещь, которую нужно запомнить Это то, что время past simple И present simple у нас являются Единственными, которые Не имеют вспомогательных глаголов В утвердительных предложениях Да, это циферка 3, которую Нужно записать, да В Во временах past simple и present simple Вот в утвердительных предложениях Вспомогательный глагол не ставится Да, значит, и так как он не ставится У нас его функцию заменяют формы глагола Значит, в past simple у нас используется Вторая форма глагола, да Несмотря на, ну вот в таблице Можете посмотреть, да, верхний левый угол Значит, в вопросительных предложениях У нас первая форма глагола используется В отрицательных предложениях у нас первая форма глагола используется В утвердительных предложениях у нас используется Вторая форма, да, ну то есть отличается от остальных Да, значит, и соответственно Во время present simple, да, по центру наверху находится У нас в вопросительных предложениях ставится первая форма глагола Да, а в отрицательных предложениях у нас тоже ставится первая форма глагола Да, то есть то, что там ничего не стоит, это опечатка Вот, соответственно, и в утвердительных предложениях у нас есть разделение Да, оно заключается в том, что у нас Первое, третье лицо, единственное число, то есть he, she, it Оно у нас используется не просто с первой формой глагола А с первой формой глагола плюс s Вот, то есть нужно записать, что Past simple и present simple единственные времена У которых, у которых в утвердительных предложениях вспомогательный глагол не ставится Во всех остальных ставится Да, тут можно по таблице посмотреть просто Вот, значит, во future simple у нас стоит в утвердительном предложении вспомогательный глагол А во всех continuous-сах у нас стоит утвердительное предложение вспомогательный глагол В perfect state вспомогательный глагол И в perfect continuous у нас оба вспомогательные глаголы стоят Вот, то есть как бы past simple и present simple они у нас исключение в этом плане Вот, соответственно, да, если брать какие-то более конкретные примеры, то можно посмотреть на Примеры, вот, значит, с глаголом work, да, значит, здесь разбивка у нас следующая, да, у нас циферками обозначены типы времен, да, единичка это simple, двоечка это continuous, троечка это perfect, четверочка это perfect continuous Вот, ну, то есть, здесь опять-таки можно посмотреть, вот, ну, то есть, верхний левый угол, это past simple, да, первое предложение I walked, да, вспомогательного глагола нету Если правее, посмотрим циферка 1, I walk, это у нас present simple и здесь тоже не стоит вспомогательный глагол Если посмотреть на все остальные примеры, у нас везде будет стоять вспомогательный глагол, да, то есть, если в той же клетке смотреть, да, I am, I have, I have I have been, да, если ниже смотреть, I don't, ну, это отрицательное предложение, не смотри, значит, в будущем I will walk, I will be walking, I will have walked, вот, ну, и, соответственно, в прошедшем I was walking, I had walked, I had been walking, везде у нас магатный глаголы стоят, да, в past simple и present simple не стоят, вот, это то, что можно вынести из всего вот этого вот, это вот, это вот, это я рассказываю сейчас, это самое главное, что нужно запомнить Вот эта замечательная таблица, она нам, ну, не нам, вам, очень пригодится, значит, в чем суть таблица, значит, я в закрытой группе писал, что нужно распечатать 4 экземпляра, вот, и эти таблицы заполнить, да, значит, они разделены у нас на типы предложений, да, вопросительные, утверждительные и отрицательные И по временам разбиты, да, прошедшие, настоящее и будущее, да, времена у нас это строчки, типа предложений, это столбики Вот, значит, ваша задача, ну, и разбивка по местоимениям идет, да, значит, ваша задача взять эти 4 таблицы одинаковых, подписать каждую из них типом времени, да, simple, continuous, perfect, и perfect continuous, и все их заполнить, да, своим почерком, замечательным, да, где у нас ставится вспомогательный глагол, где у нас не ставится вспомогательный глагол, где у нас ставится чтицы нот, ну, и так далее, какая форма вспомогательного глагола у нас используется, да, то есть, если это, допустим, время настоящее, да, то есть, present simple, допустим, да, по центру у нас будет находиться утвердительное предложение, то у нас вспомогательный глагол вообще не будет ставиться, допустим, да, а если это, допустим, отрицание, по-прежнему present simple, то у нас будет для i, u, v, z, да, то есть для множественного числа вспомогательный глагол будет do, для i вспомогательный глагол тоже будет do, а вот для he shit у нас вспомогательный глагол будет does, да, но это то, что мы видели только что на общей таблице, вот, соответственно, когда вот заполните всю эту таблицу, сверьтесь с тем, чтобы у вас все было нормально, да, если что-то не так, почему у вас сделана эта ошибка, да, ну, в принципе, смотрите, проблем с порядком слов предложений у вас на самом деле быть не особо должно, потому что, я еще раз говорю, они образуются все одинаково, да, то есть у нас в утвердительных, ну, за исключением present simple и past simple, в утвердительных предложениях у нас ставится вспомогательный глагол, да, значит, в растительных предложениях первым, на первом месте у нас стоит вспомогательный глагол первый, да, внизу у нас вопросительное предложение, там везде на первом месте стоит вспомогательный глагол, да, то есть, как бы, ну, и в отрицании частица «но» ставится к первому вспомогательному глаголу, да, ну, то есть, как бы, ваша задача, единственная, это теперь, ну, то есть, как бы, шаг первый – это запомнить правильный порядок слов в предложении, и шаг второй – это запомнить вспомогательный глагол и формы глагола, который используется насчет насчет форм глагола да значит правой таблицы у нас указана форма глаголов в зависимости от типа предложения на нас утвердительно обозначена плюсиком отрицательный минусиком и вопросительным и вопросительным знаком как бы если внимательно посмотреть то единственное отличие по типу предложения у нас находится во времени simple которые наверху находится да все остальное у нас везде одинаково то есть как бы в перфекте к сожалению я могу меньше так что было видно но там ниже стоит perfect потом continuous потом перфекантию потом конки но помогает на глагол может посмотреть да значит в перфекте у нас везде 3 форма глагола стоит continuous у нас инговая форма глагола стоит и в перфекте continuous у настоят инговая форма задача просто запомнить какая форма глагола каком времени относится какому типу времени относятся и все мы соответственно отдельно запомнить помогательные глагола значит в simple на вспомогательное глаголу to do да соответственно в двух в трех его формах дадит дуэли тос кто-то где-то вспомогательного хэв на в трех формах и в хэз или хэд значит в пех континью все это опять-таки хэв в трех форма до хэв бин хэз бин и хэд бин да плюс бин бин всегда в третьей форме да и соответственно континью самые разнообразные у нас в шести формах глагола to be здесь на это форма из м а настоящее время возле в прошедшем и и будущем как бы две вещи запомнить да какой 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 вспомогательный глагол соответствует какому времени и соответственно какая форма соответствует типу времени и все и никаких проблем у вас соответственно с временами больше не будет да ну и соответственно как бы если вы опять-таки забыли как у нас выглядит когда какое время используется открывать эту таблицу смотрите на нее внимательно и ощущаете и и на это момент времени это общее утверждение действие уже завершено и важно ли она она ну и так далее да то есть как бы нужно определиться с вопросами которые вы должны себе задать перед тем как поставить предложение в какую-то какое-то время вот и все вот значит ребята всем спасибо еще раз донат в описании если меня кто-то хочет поблагодарить за мои бесценные знания которого на халяву даю не даже пять рублей будет приятно вот значит вот всем спасибо все свободны